Ты уверена, мама? Конечно уверена, доченька. Мария Эмилия сама мне сказала. Она сказала, что готова выйти за Лала. Не может быть. Он же сделал предложение Россию. Он обнимал и целовал её. О, Господи, что же происходит? Не знаю, мама. Так я должна всё выяснить. Ведь Россия твердит, что собирается за него замуж. И Мария Эмилия говорит то же самое. Я соберу их вместе и, наконец, выясню правду. До конца. Россио, я в последний раз ночую здесь. Даже не верится. Не могу поверить, что покидаю этот дом и уезжаю навсегда. Россио, я провела здесь столько лет. Представляешь, сколько всего хранят эти стены. Ведь ты приехала сюда ещё маленькой. Сколько тебе было? Лет 12. Ты прожила здесь больше 10 лет, Боже мой. Тогда только что умер отец. И вам пришлось сократить расходы. Мы были полностью разрезыны. Папа оставил нам одни долги. Оказалось, мы уже давно жили, притворяясь, будто что-то имеем. Вся роскошь и величие были показными Россию. Мы жили только благодаря семейному престижу Парда Фигероа. Имя полное славы и позора. Да, странно. Почему ты так говоришь? Такова правда. Если оглянуться в прошлое, то ни одна семья не окажется незапятнанной. Всегда найдутся грязные делишки, которым не приходится гордиться. Точно. В семье всегда есть паршивая овца. Еле кто-то настолько безответственный, как мой папа. Ведь он не был плохим, а состояние промотал просто из оленья и из слабости с помощью синьоры Хосефины. Эта бабушка сделала отца таким Россио. Он не был борцом. Напротив, привык жить на всем готовом. Он привык к роскоши, к комфорту. А когда наступило банкротство, он не знал, что предпринять. Он брал взаймы и жил в кредит. И когда он умер, все рухнуло. Да, мы были разорены. Дом отобрали, мы все потеряли. Друзья на помощь не пришли, а дальние родственники умыли руки. Мы покрыли себя позором. Мы больше не были богаты. Бабушка, как могла, распорядилась драгоценностями. И мы оказались здесь, в Римаке. Беда случилась, когда ты была еще подростком. А в этом возрасте все проблемы кажутся огромными. Не понимаю, как ты могла так быстро адаптироваться? Я помню нашу школьную шайку. А я помню, что именно в тот день, когда мы приехали, Лала застал меня в слезах. Верно. Я увидела, как ты сидишь под дверью и сказала, это наша соседка. Взяла тебя за руку и повела в дом. Помнишь, тот самый день Кеннероса готовила десерт? По-моему, заварной крем, да? Нет, 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 это были тянучки. Я их никогда не забуду, потому что раньше подобного не пробовала. Это было такое, такое... У меня все руки были липкими. Господи, сколько воспоминаний. А помнишь, как Лала подрался из-за меня? Лала всегда дрался за нас троих. Однажды на мне была блузка в обтяжку, и какой-то парень так посмотрел на меня, что Лала взбесился. Он заехал ему в глаз. Он защищал и Нину, когда ее дразнили за хромоту. Да, Лала такой добрая, он всегда был рядом со мной. Да, его нельзя не любить. Он такой красивый, верно? Знаешь, я не могу понять, почему не влюбилась в него. Он не для тебя, Мария Эмилия. Но я влюбилась в Алиханда, и вот теперь одна. Со временем ты забудешь его. Ты должна заново строить свою жизнь. Я всегда говорила, что замужество для женщины не обязательно. А теперь, мне кажется, это чушь. В глубине души каждой женщине хочется иметь детей и дом. И раз на ту Божья воля, то они у меня будут. И у тебя тоже. Да, да. Я это сделаю, но не ради себя, а ради моего ребенка. Я все решила, Россию. Я так поступлю. Я должна дать ребенку отца. Человека, который любил бы его. Мне нравится твоя решительность. Ты не опускаешь руки, Мария Эмилия. Уже довольно поздно. Пожалуй, мне пора. А ты ложись и отдыхай. Да. Спасибо, сестричка. Спасибо за то, что пришла. Не за что. Пока. Моя последняя ночь здесь. Как мне одиноко. Сначала умерла мама. Потом папа. Теперь бабушка. Гучо, Моника. Никого нет. Алихандро. Тебя тоже нет. Мама, мама, постой. Отойди. Не вмешивайся. Лала пошел по стопам Мегелона и играет с двумя женщинами. Это не так. Лала на такое не способен. Еще как способен. Я знаю, что говорю. Но этот случай еще хуже. Ведь Россия у меня дочь. Да Эмми мне тоже как родная. Я не позволю ему играть их чувствами. Мама, одумайся. Однажды ты заподозрила его в неблаговидном поступке. И раскаялась. Да, но это другой случай. Ты вообразила то, чего не было. Но теперь это правда. Мама, Лала не способен на подлость. Он хороший. Всему должно быть объяснение. Объяснение? Да. Мне кажется, тебе не следует вмешиваться. Еще чего. Ты хочешь, чтобы я сидела сложа руки? Неужели ты не понимаешь, какая каша заварилась? Мама, не лезь в это дело. Ладно, но я должна сказать хотя бы Россию. Нет, мама, не надо. Да, да, деточка. Я должна предупредить ее о том, что происходит. Или поговорить с Марией Эмилией и рассказать об отношениях Лалы и Россио. Мама, ты не должна ни с кем говорить. Россио уже давала Марии Эмилии шанс. И Лала разобрался в своих чувствах. Так что Эмми придется жить без него. Но, доченька... Мама, не пытайся решить эту проблему. Все будет так, как решит Господь. Обед был отличный. Да, просто объедение. Но лучше всего было вино, которое выбрал дядя Рамон. Я попросил отвезти меня туда, потому что там шикарный выбор вин старых урожаев. Рад, что вы хорошо провели время. Извините, что не поехал с вами. Нам с Алексом надо было обсудить кое-какие дела. Садитесь, я попрошу принести кофе. Наша новая прислуга бесподобна. Замечательно. Сейчас трудно найти хорошую прислугу. О чем вы говорили? Ты был расстроен, Рубен. А теперь у вас обоих унылый вид. В чем дело? Проблема на работе. Эстебон уволил Нину. Неужели? Почему? Ему так захотелось. Без всякой причины и повода. Не может быть. Она должна шить. Мое свадебное платье. Наверное, что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Нина действительно хороший работник и не давала повода для увольнения. Просто дядя Эстебон отыгрался на ней за Мегелона. Это несправедливо. Надо же. По-моему, при всех ее достоинствах Эстебон поступил правильно. О чем вы говорите? Это длинная история. Речь идет о ней, не сестре парня, который работал шофером в Ресенье. Лаурита сбежала и теперь живет у него. Лаурита? Девушка, которая собиралась за тебя замуж, живет шофером? Какой скандал. Представляю, какие ходят сплетни. Надо же, именно эта девушка, Рубен, ты... Тетя, я не хочу об этом говорить. Мне это неприятно. Теперь я понимаю, что дыма без огня не бывает. И я даже рад, что не женился на ней. Странно, что я об этом не слышала. Ортензи удалось кое-как замять этот скандал. Да. Она объявила, будто Лаурита в Европе. На ее отсутствие не обратили внимания. А что она будет делать, если ее дочь не вернется? Именно это и произошло. Люди начали сомневаться. Правда вот-вот выплывет наружу. Лаурита сегодня была дома. Где? У Ортензи. Я видел ее, когда приходил к Эстебену. Думаешь, она вернулась? Ей уже надоел роман с шофером? Не знаю, я не спрашивал. А следовала? Я зашел на минуту. Уже поздно, я поеду. Неужели ты не выпьешь кофе? Нет, извини, но мне пора. Спокойной ночи, Аида. Спокойной ночи. Желаю хорошо провести время. Спасибо, Алехандро. Монсеньор? Я провожу тебя. Мне очень жаль, Алекс. Я понимаю, Лаурита твоя кузина, но рано или поздно все узнают правду. Лучше нам самим рассказать об этом. Все в порядке. До свидания. Кажется, нам тоже пора, Аида. А кофе? О, нет. Можешь дожидаться, если хочешь, а я привык рано ложиться.